На учебно-спортивном комплексе Университета гражданской защиты развернулось настоящее театрализованное действие, участниками которого стали более 300 курсантов и студентов, ветеранов и школьников, которые, по мнению организаторов, способствуют возрождению народных традиций, уважению к историческому прошлому, воспитанию патриотизма. Мы запрошиваем представителей всех учебных заходов и силовых структур. Сегодня у нас представители Национальной академии Национальной гвардии, Национального института поветорных сил, танкового института, наши кадеты. И это только заход для того, чтобы люди спілкувалися, дружба, чтобы была сильная. Для того, чтобы это очень хороший заход. Победившие в соревнованиях в награду получают полевую кашу и традиционные масленичные ароматные блины с медом. Блины символизируют солнце, которое прогнало зиму. Я раньше вообще не знал, что за праздник, что, как оно происходит. Сегодня много впечатлений об этом. Не знал, как оно все происходит вообще. Но, в принципе, мне все нравится. Хотел бы попробовать на подушках, чтобы получится. Главное – отдохнуть. Ценные подарки пришлось доставать с высоты. Смельчаки, которые смогли подняться по масленичному столбу, получили в награду часы, берцы, курсантские ремни, шапки, футболки. Но главное – увольнительные. Повторяю в УЗ приезжаю, чтобы показать свои силы, чтобы показать свои возможности, чтобы люди на это все подивились и сделали для себя певные висновки. Принимаю участь в болеваниях. То есть, поддерживаю разом со своими девчатами, певных курсантов, кадетов, которые также находятся на этом свете. Воспитанники высших учебных заведений толкали гири, перетягивали канат, проводили подушечные бои и соревнования по армрестлингу. К этому мероприятию наш университет тщательно готовится каждый год. Из представленных здесь конкурсов есть интересный, как перетягивание канатов, так как здесь показывается сила не только одного человека, а команды университета здесь представлены многие. И есть возможность посмотреть, кто лучше. Кульминационным моментом мероприятия стало сжигание главного атрибута праздника – чучела Масленицы, которая олицетворяет собой зиму и холода. Закончилось празднование и начался Великий пост, который продлится шесть недель. Сегодня, в чистый понедельник, православные верующие очищают дом и тело от духа Масленицы. Павел Велицкий, медиагруппа «Объектив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова